В прошлых выпусках мы рассказывали про причины и последствия инфекционных заболеваний, термических ожогов и народных предметов, которые попадают в желудочно-кишечный тракт при взаимодействии ребенка с мелкими предметами. Но наиболее распространены детские травмы, полученные в результате ДТП, падения с высоты, неосторожного пользования качелями и каруселями. Подробнее расскажет Анастасия Новичкова. Лето, время отдыха, игр на свежем воздухе и активных развлечений для детей. Однако вместе с радостью и праздниками приходит повышенная опасность получения различных травм. И врачи детской областной больницы ежедневно борются за жизни маленьких пациентов. Активные игры в небезопасных местах, езда на самокатах, велосипедах, падение с качелей, всевозможных лесенок и паутинок на детских площадках являются причинами детских травм. И не всегда несчастный случай обходится незначительными ушибами и переломами. Бывают случаи, когда травма приводит к тяжелым последствиям. Есть травмы, которые повреждают клетки организма настолько, что длительный восстановительный период может продлиться от полугода до года. В основном это черепно-мозговые травмы. Вся аппаратура, оборудование у нас есть, все аппараты экспертного класса для оказания высокотехнологичной помощи реанимационным пациентам. Еще одной из частых причин получения тяжелых травм являются противомоскитные сетки на окнах, которые не выдерживают детского напора и выпадают из окна вместе с ребенком. Детям хватает нескольких минут, чтобы вытолкнуть сетку, упасть и получить тяжелейшую травму. И если такой ситуации не удалось избежать, необходимо выполнить следующие действия. В первый момент надо вызвать скорую медицинскую помощь. Потому что может быть и переломы костей, и черепа, щейного отдела, грудного, поясничного крыльцового отдела, травмы органов брюшной полости, грудной клетки. Не надо трогать какие-то попытки там делать. Любое какое-то вщевеление, не имея медицинского образования, может до катастрофы дойти. После того, как ребенок попал в руки специалистов скорой помощи, его экстренно везут в медучреждение. И тут свою работу начинают врачи узкого профиля. При поступлении сначала делаем КТ, если выявляем, быстро подготовка и операционная. С начала 2024 года в отделении нейрохирургии детской областной больницы поступило 17 детей, пострадавших от падения с высоты. И каждый день врачи и медсестры отважно борются за жизнь детей, оказывая высокопрофессиональную и своевременную помощь. И здесь важно помнить, что ответственность за жизнь ребенка в первую очередь несут родители. Главная задача которых – максимально обезопасить свое чадо от всевозможных несчастных случаев. Конечно, предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни невозможно. Но научить ребенка быть осторожным просто необходимо. В первую очередь собственным примером. Соблюдая и демонстрируя правила безопасности, вы подарите своему ребенку счастливое детство. А более подробно о проблемах и последствиях детского травматизма в прямом эфире программы «Темы дня» расскажет Леон Ганкам, заведующий нейрохирургическим отделением детской областной клинической больницы. Эфир состоится 30 июля в 13.00 по московскому времени на телеканале Тверской проспект. Возрастное ограничение 16+.